Подопытные одноклассники. Участники конкурса гранд-администрации Кировского филиала акционерного общества «Апатит» сразу в нескольких проектов проверяли свои теории на живых организмах. Что из этого получилось и каким выводом пришли докладчики, расскажет Мария Савохина. Я против вейпинга. В футболке с таким рисунгом пришла на выступление ученица 10-й апатитской школы Мария Ушакова. Электронные сигареты вредны для здоровья. Мы проводили эксперимент на живых организмах и проверяли влияние паров и жидкости от вейпа на живые организмы. Это были палочники и рыбки-петушки. Говоря про палочников, у нас одна особь жила своей жизнью, вторая особь подвергалась на нее капле жидкости от вейпа, а в третью дышали. Точно так же мы делали с рыбками, то есть только все это делали в воде. И как его результат? К сожалению, все особи, которые подвергались влиянию паров, спустя две недели умерли. Электронные сигареты запретили уже в 11 странах мира. После исследований многие одноклассники девушки перестали использовать вейпы. Полина Михеева, ученица Фасагра школы номер 5, ставила опыты на ребятах из класса. Под ее руководством они любовались цветами в ботаническом саду, сажали газоны на территории Кольского научного центра Российской академии наук. Я проводила эксперимент на своих одноклассниках, который показал, что действительно гарденотерапия помогает и улучшает настроение, самочувствие, раздражительность, сонливость, пассивность, снижает. 11-ти классниц Фасагра школы номер 5 Ксения Александрова создала учебное пособие по окислительно-восстановительным реакциям в органической химии. Теперь им пользуются ученики школы и даже учитель. В обычную методичку она внедрила современные технологии. Мы загружаем картинку в приложение, делаем ее своеобразным маркером, которым привязываем какой-либо файл. Воспользовавшись формалином, проведем качественную реакцию на альбегиды. Реакцию с гидроксидом двухвалентным. Также были представлены интересные работы на тему производства и на определение нитратов в овощах и фруктах. На этом конкурсе было очень много интересных работ. Откровенно слабых работ практически не было. Сегодня мы уже смотрели финалистов, которые самые лучшие работы. Итоги конкурса подведут уже в конце декабря.